Пограничные войска являются элитными, но не потому, что у них много привилегий, а потому что ответственность слишком высока. История пограничных войск уходит корнями в глубокое прошлое. С тех пор, как на Руси появилась первая крепость, понадобились те, кто смог бы ее защищать. Боярских детей их просто отправляли на засечные черты. То есть они стояли в основном по реке Ака. И, кстати говоря, Рязань непосредственно с этим связана. Вот эти вот волени, которые здесь были, то есть те вот казара, которые здесь стояли, которые охраняли землю русскую. Это забродлы и чужбины. Это сейчас территория Мещера, собственно говоря, и территория некоторого Коломенского района. Для Андрея Лепешкина этот праздник – нечто большее, чем просто День памяти. Его предок Михаил Лепешкин служил в царской армии в пограничных войсках. Андрей пришел на праздник в 33-ю школу для того, чтобы поделиться с мальчишками и девчонками историей своей семьи. Михаил Титович Лепешкин – штабс-капитан Заамурского округа пограничной стражи, казначей этого округа. Награжден орденом Святого Станислава в третьей степени, Святой Анны в третьей степени, Святого Станислава в второй степени. Трижды ранен, принимал участие во всей защите с 1910-1911 года, где-то на рубеже, до 1916 года он находился на территории Манчжурии. С историей пограничных войск школьники знакомы. Здесь с 2013 года работает кадетский класс. Инициатором его создания стал выпускник 33-й школы генерал ФСБ Олег Дуканов. Сотрудники ведомства поддерживают кадетов, а те, в свою очередь, с молодых лет изучают военные дисциплины и учатся по-настоящему любить Родину. Занимаются кинологией и изучают правовые основы военной службы. У них есть курс такой «Я кадет». Ну и, конечно же, историю пограничных войск. Участвуют и в Параде Победы. Вот целенаправленная работа, она все-таки нацелена именно на формирование личности патриота и гражданина. О том, что есть такая профессия Родину защищать, кадеты знают давно. Многие выпускники уже поступили в вузы пограничной направленности. Есть и те, кто смог поступить в Академию ФСБ. Для этих ребят пока предстоит учеба в школе, но они уже точно знают, что свяжут свою жизнь со службой. Я хочу в будущем пойти в десантное училище Рязанское, потому что мой отец служил в десанте, прадед воевал на Великой Отечественной войне. Я считаю, что каждый мужчина обязан служить своей Родине. Мне это интересно. У меня прадедушка воевала, прабабушка воевала. Брат до этого учился в казачьем классе. И когда он ходил на парады, мне было интересно, что да как. А потом, когда мама мне предложила прийти в кадетский класс, я обрадовалась. И мы вместе с братом пошли в кадетский класс. Носить форму для мальчишек и девчонок почетно. На этот раз они увидели форму советских пограничников. На мне сейчас надета форма младшего сержанта пограничных войск образца 1936 года. Головной убор Буденовка 1925 года. Также имеется пистолет, браунинг, сумка с картой и противогаз. Именно в такой форме наши воины защищали границы родного отечества от захватчиков. Георг, расскажи, пожалуйста, что за форма на тебе? У меня форма называется «Уссирийское казачье войско». Вот этот костюм, вот эти штаны носили только те, в общем, эти штаны называются «Свобода». Штаны эти носили не все, только те, кто вот, но они не платили налоги там, вот были просто свободны там от всего. То есть особые заслуги давали эти штаны носить, правильно? Ну да. Вот, это называется подсумник. Он создан для того, чтобы туда вот из автомата класть патроны. Пограничная служба с древнейших времен и до наших дней неоднократно претерпевала изменения. Но суть оставалась одна – защита государственной границы. В 1994 году президент России издал указ о праздновании Дня пограничников в целях возрождения исторических традиций. С мая 2003 года служба называется «Пограничной службой ФСБ России». Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».